Здравствуйте! На Первом Карагандинском, как всегда в это время, новости в студии Сергей Высокосов. Сначала коротко о главном. Аким области Нурмахабет Абдебеков посетил Абайский район и город Шахтинск. В преддверии Международного женского дня Аким города поздравил представительниц прекрасной половины Караганды. Республиканская командно-штабное учение КАКТЭМ-2016 проводится в Караганинской области. Подготовка региона к паводковому периоду на контроле у Акима области. Нурмахабет Абдебеков посетил Абайский район и город Шахтинск. Он проверил готовность социальных объектов и дал поручение по обеспечению безопасного прохождения весны. Глава региона посетил строящуюся школу на 320 учебных мест в селе Курминское. Ее планируют сдать в эксплуатацию в мае текущего года. В ней будут 8 кабинетов начальных классов, 3 мультимедийных, 1 лингофонный, 3 компьютерных, а также кабинеты новой модификации. Сейчас уже завершены кровельные работы, отстроены корпуса спортивного зала и хозяйственной части. Ведутся отделочные работы. Следующим объектом посещения стал гидроузел ГРЭС в посёлке Топар. Аким Абайского района Серик Шайдаров доложил главе области о прохождении паводкового периода и принимаемых мерах по недопущению ЧАЭС. С его слов, на гидроузле производится спрос воды. Заготовили мешкатары, 5600, 1900 тонн инертного материала заготовили. Всего по району Республиканского областного возвращения дороги, районного возвращения дороги, 270 водопрохожденных труб, все очистили. В принципе, павод готовы. Нурмухамбет Абдебеков ознакомился с состоянием Щерубайнуринского водохранилища и Коксунского моста. Также глава региона посетил мост через реку Сокур, близ Шахтинска. В текущем году там прочищено 8 километров обводного канала и 51 ливнеприёмник. Проведены сходы с населением потенциально опасных зон. Подготовлен необходимый запас инертного материала ГСМ Мешкатары. Аймамрина Арман Нартаев, первый карагандинский. Футбольная команда «Шахтер» вручила главе региона памятную фамильную футболку с самым счастливым индивидуальным номером 7 и кожаный мяч. Нурмухамбет Абдебеков признался, что постоянно следит за успехами футболистов и является их фанатом. АПЛОДИСМЕНТЫ Подарки главе региона вручил капитан команды Андрей Финонченко. Директор футбольного клуба Оскар Абельдаев представил новых игроков. Состав команды изменился на 70%. В клуб пришли легионеры Роберт Азуминян, Армения, Иван Садановичи, Белоруссия, Эр Фанзенелли, Финляндия, Юлиус Зокьев, Словакия и Алексей Курилов, Донецк. Также по поводу нашу команду Катири в Казахстанском футболисте Макс Адбрайджан и групп национальной сборной 2011-2014 год. Он выступал за наш клуб. Сергей Кричук, воспитанник Киевского «Динамо» 2012-2014 год. Также в нашем клубе о последнем году он зашелся за «Сайрат». Сменился в клубе и главный тренер. Им стал Юзеф Вукушич из Словакии. Приступив к работе, он пообещал вывести игроков на вершину их потенциала и показать хороший результат. Мы уже тешимся на новый чемпионат на эту сезону. Первая задача уже, тяжелая задача, но это футбол. Там есть три варианта из каждой игры. Я хочу, чтобы из каждой игры заведут лучшие варианты. Аким области Нурмухаммед Абдибеков подчеркнул необходимость новых рекордов. К тому же он поделился планами пристроить темиртавскую команду «Булат» под крыло шахтера. Это позволит решить проблемы с финансированием, отметил Абдибеков. На сегодняшний день шахтер будет представлен в трех ипостасях, как говорится, на трех уровнях. Мы сознательно решили пойти на объединение всей нашей футбольного хозяйства под одним кругом. Игроки только недавно вернулись с учебно-тренировочных сборов из Турции. После встреч они уезжают на тренировки в Астану. Первый матч состоится 12 марта на выезде со столичной командой. Домашняя игра планируется на 20 число. Аймамрина Исламбеку Спан, Арман Нартаев, первый карагандинский. В преддверии Международного женского дня состоялась встреча Акима города Нурлана Аубакирова с карагандинками. В их честь звучали теплые пожелания и слова благодарности. Дорогие женщины, я рад приветствовать в нашем зале вас всех в преддверии Международного женского дня, 8 марта. В этот весенний праздник мы традиционно посвящаем самые теплые слова вам, нашим дорогим, любимым женщинам. Без всякого преувеличения, вы – главное богатство нашей страны, нашего города, его душа, его будущее. Вместе с вами мы воплощаем в жизнь очень серьезные проекты, развиваем и благоустраиваем наш город. За круглым столом обсуждалась роль женщин в развитии караганды. Глава города вручил медали Алтын-Алка и Кумы-Салка многодетным матерям. Женщины караганды представляют все сферы деятельности. Бизнес-вумен Галия Кастаубаева основала фирму «Ельгизек», которая в следующем году отметит свое 25-летие. Ее фирма – ровесница независимости Казахстана. Фирма постоянно стратегически соизмеряет свои действия с программами государства. На сегодняшний день нет больше задач, чем достойная подготовка к экспо. Наша фирма от этого тоже не отстает. Хочется пожелать женщинам успехов, успехов. Возраст не помеха. Надо дерзать, идти вперед. Человек живет тогда, когда он движется вперед. Директор карагандинской общеобразовательной школы номер 48 уверяет, что именно воспитание подрастающего поколения – основополагающая ступень развития нашего государства. Наталья Железникова проработала в школе более 40 лет. Награждена нагрудным знаком Ибрая Алтынцарина и множеством почетных грамот. И безусловно, хочется пожелать материнского и женского счастья всем женщинам. И неважно, где они трудятся, либо воспитывают просто своих детей. И безусловно, нашему государству, нашему замечательному государству, миролюбивому, где нашли родину для себя намного, навсегда, все национальности, кто прибылся в Казахстан, как вот нашей родине, процветание, так, чтобы авторитет нашего государства не уменьшался, увеличился. Особо были отмечены женщины, которые внесли свой вклад в победу в Великой войне. В Карагандинской области насчитывается более 6 тысяч стружеников тыла. Одна из них – это Шамшия Тулепова, 1925 года рождения. Награждена медалью за доблестный труд и многочисленными юбилейными медалями, посвященной Великой Победе. Спасибо всем, кто помнит и заботится о ветеранах. Нам дорого ваше внимание. Поздравляю всех с весенним праздником и желаю счастья и мирного неба над головой. В память о празднике всем гостям были вручены символы весны, яркие букеты цветов и презенты. Коллективы культурных центров Караганды внесли праздничный настрой в атмосферу встречи. А сердце Замбаева, Лжас Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. А сейчас небольшая реклама. Не отходите далеко от телевизоров. И мы продолжим наш выпуск. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий. Надежный. Прочный. Для тех, кто ценит качество. В период с 3 по 4 марта этого года проводится республиканское командно-штабное учение КАКТЭМ-2016. По всей области ведутся работы по очистке русел, укреплению дамб и берегов рек. Наши корреспонденты побывали на Федоровском водохранилище, где проходят учения. Подробнее в нашем сюжете. В прошлом году во время паводка были затоплены дачи, которые находятся недалеко от обводного канала на Федоровском водохранилище. Чтобы не допустить повторного затопления, необходимо очистить русло реки. Службы гражданской защиты, студенты политехнического колледжа ТОГУРКОМКОС, войсковая часть 52-159 и оперативно-спасательные отряды ДЧС Карагандинской области были задействованы в работе по очистке русла. В рамках республиканского командно-шапного учения КОКТЕМ-2016 на обводном канале Федоровского водохранилища проводится специальное учение по очистке этого канала от камыша и тальника. Цель учения – проверить подготовку органов управления к действиям при ликвидации чрезвычайной ситуации в условиях весеннего паводка. Отслеживал ход учений заместитель Акима Карагандинской области Андрей Липунов. Сегодня привлекают здесь силы нацгвардии, силы и средства ДЧС нашей области. Люди практически работают и выполняют действительно важную функцию – это расчистка русла реки Сокур от зарослей. Учения проводят через двух дней – 3-4 марта, завтра в 15.00 будет отчет всех руководителей, кто привлекались к учениям перед замминистра МВД Башкова Владимира Карпачева. Сегодня проводились берегоукрепительные работы на реке Сокур. Республиканское командно-штабное учение КОКТЕМ-2016 – это проверка готовности к выполнению работ при неблагоприятном развитии паводковой обстановки. По Карагандинской области идет подготовка к паводковому периоду. Во всех городах и районах проводятся выездные обследования потенциально опасных мест. На данный момент проводятся работы по очистке водопропускных сооружений, русел рек и каналов. Было очищено около двух километров русла. Задействовано 12 единиц техники и 88 человек личного состава. В городе Шахтинск задержан наркоторговец. У него нашли более одного килограмма героина. Это уже пятый факт конфискации крупной партии. На сегодняшний день сотрудниками по борьбе с наркобизнесом изъято более 26 килограммов различных наркотиков, в том числе около 3 килограммов героина. Задержанный 36-летний житель Шахтинска хранил героин у себя дома. Мужчину подозревают в сбыте наркотиков. Сейчас он водворен в изолятор временного содержания. Задержанный водворен в изолятор временного содержания проводится досудебное расследование. Стоит отметить, что это уже пятый факт изъято крупной партии наркотиков. На сегодняшний день сотрудниками по борьбе с наркобизнесом, использованием служебных собак из незаконного оборота изъято общим весом более 26 килограммов различных наркотиков, из них более 3 килограммов героина. Представители районного суда номер 3, заместители прокурора Октябрьского района и Управления по делам религии Карганинской области провели встречу с осужденными, которые состоят на учете службы пробации. Присутствующим рассказали об их правах и обязанностях. Цель встречи – профилактика правонарушения среди ранее осужденных и разъяснение недопущения уклонения осужденных от контроля службы пробации. Правоохранительные органы провели профилактическую беседу с условно осужденными. Таких в Октябрьском районе более 300. Представители службы пробации проводят открытые судебные заседания для недопущения правонарушений. В период отбыва наказания наши сотрудники изучают личность данных осужденных, проводят с ними воспитательные профилактические работы и выявляют среди них лиц, которые совершат еще повторные рецидивные преступления правонарушения. И с ними проводится работа по профилактике. В целях реализации государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму проводятся мероприятия, направленные на снижение рецидивной преступности среди осужденных, состоящих на учете службы пробации. Согласно уголовного кодекса, к лицу признанного виновным в совершении уголовного преступника предусмотрены различные основные виды наказания. Это штраф, исправительные работы, привлечение к общественной работе и арест. Сотрудники службы пробации говорят, что по сравнению с прошлым годом преступлений стало больше. За два месяца 2015 года было зарегистрировано 267 фактов преступления, а за такой же период в текущем году – 348. Из нарушителей порядка женщин более 50. Одна из них несовершеннолетняя. Лариса Хусынова, Рустам Беков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. А мы продолжаем свой выпуск. Поэзия – это не только слово. Поэтичным может стать и женский костюм, что и догадали организаторы выставки-инсталляции, посвященной женскому дню в Карагандинском областном историко-краеведческом музее. Поэзия женского костюма. Так назвали свою выставку организаторы. Традиционные казахские женские костюмы никогда не были вычурными, но всегда были нарядными и функциональными. Каждый костюм несет свою идею. Торжественный обряд Сойки Лея Кизу подразумевает высокую шапку шлейфом для невесты. Такие костюмы носить непросто. Для этого нужна координация и гордая осанка. Национальный костюм интересен и сегодня. Его элементы дизайнеры активно используют в современной одежде. Мы стараемся часто проводить такие мероприятия с целью популяризации национальной одежды, национальных украшений, чтобы современная молодежь знала традиции, обычаи, стиль одежды своих предков. Выставка-инсталляция подразумевает не только показ, но и проведение мастер-класса по пошилу современной национальной одежды мастерам из Караганды Клеубековой. А будут даны рекомендации, как носить и по какому случаю национальную одежду, какие ювелирные украшения присущи конкретному случаю жизни женщины, что такое накосные украшения. История костюма поднимает из глубины веков традиции, которые живы до сих пор. Сергей Высокосов, Рустан Беков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Вот таким был сегодняшний день глазами наших корреспондентов. Если у вас есть интересная информация, если вы хотите ей поделиться со всеми карагандинцами, звоните нам по телефону, а наши выпуски вы всегда сможете посмотреть на нашем сайте, сайте Первого Карагандинского. До свидания. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok